В Сочи, отмечают полицейские, участили случай хищения зелёных насаждений. Последнее произошло буквально пару недель назад. Цель у вредителей была одна – продать выкопанное вечно зелёное декоративное растение и на вырученные деньги купить горячительный напиток. Стало заканчиваться спиртные напитки. Здесь подумали, где бы достать ещё. Мы решили украсть виток один, вырвать и продать. В целях, чтобы на пачку сигарет, на бутылку водки хватило и всё, за рублей 200. Уже сегодня этот гражданин оказался на скамье подсудимых за порчу городского имущества. Растение Нандина в итоге погибло. Было возбуждено уголовное дело по статье кража. Изначально вору грозило лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В итоге суд вынес более мягкий приговор – 80 часов принудительных работ. От судебного процесса, как и от тюремного срока, похитителям зелёных насаждений не уйти, подчёркивают власти города. Кому-то подобное преступление покажется незначительным, но вот ущерб от хищений цветов и кустарников насчитывает сотни тысяч рублей. Существуют определённые коэффициенты таблиц о зелёных насаждений. Там учитывается и возраст растений и средства, потраченные на его уход. Соответственно, при уничтожении той же виолы или декоративной капусты затраты умножаются на пять, в связи с чем сумма ущерба вырастает в разы. На территории города существует проект «Безопасный город». Это комплексное решение видеонаблюдения, что часто эти нарушения передаются в органы полиции. Соответственно, такие преступления или нарушения не остаются безнаказанными. По всему Большому Сочи за два последних года было высажено порядка 4,5 тысяч декоративных деревьев и тысячи кустарников. Вместе с тем зелёные зоны, цветники и клумбы регулярно обновляются, радуя глаз тысячи сочинзов и миллионов гостей курорта. Будут приниматься самые-самые жёсткие меры для предотвращения. Это общее, это наши с вами, казалось бы, цветок. Это всё городская среда. Почему, мне непонятно, почему люди могут думать о том, что это надо забрать из города, от наших жителей, от гостей. В связи с участившимися случаями воровства зелёных насаждений, такая работа будет вестись постоянно. Это первое уголовное дело, доведённое до суда. В производстве находится ещё десяток. Безнаказанными цветочные грабители не останутся, уверяют правоохранители. Инга Габейшия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.